Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем свой репортаж с выставки «Салон каминов», которая проходит в данные дни в Москве, в Крокус-экспо. Очень интересная выставка, несмотря на то, что она небольшая, компактная. Все активно интересуются, чем будут обогреваться в ближайшее время, какое изделие установить в свой дом, чтобы оно радовало игрой пламени и в то же время несла и полезную функцию – обогрев в помещении. И сегодня мы на стенде компании «Экокамин». С нами вновь Владимир, мой давний друг. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня Владимир нам рассказывает, что интересного в этом году у нас получилось, как компания «Экокамин» добилась таких невероятных высот в импортозамещении, не побоюсь этого слова, потому что очень долго компания к этому шла. И что такого революционного появилось у вас в ассортименте? Здравствуйте еще раз все наши телезрители. Безусловно, Евгений, вы абсолютно вправы. У нас действительно к этой выставке готов ряд новинок. Мы с удовольствием готовы рассказать о них. И не побоюсь этого слова, мы действительно полностью готовы вселить в наших покупателей уверенность в том, что мы не бросим их, мы не оставим их в такой непростой момент и обязательно подарим наше тепло для них. Владимир, я на вашем стенде уже успел до нашей беседы побывать, посмотрел. Есть крайне необычные для вашего ассортимента вещи. Вы начали вставлять в свои новые изделия, ранее сделанные разработки. Вы очень тонко подметили, мы действительно пошли по пути использования уже зарекомендовавших себя моделей. Просто небольшого изменения, которое обязательно понравится нашим покупателям. Со своей стороны могу начать, наверное, с камина Прага два стекла. Вот, вот. Это тот самый камин, он удачно так в углу расположился. Удачная модель, безусловно, угловая. То есть она полностью отвечает требованиям тех покупателей, кто хочет камин исключительно в угловом исполнении, чтобы занять угол и при этом любоваться игрой огня из любой точки помещения. Сейчас идет второй день выставки, но уже количество клиентов, которые пришли к нам на стенд, отметили, безусловно, очень универсальный, аккуратный дизайн. То есть нет ничего лишнего. За основу мы взяли топку Альфа 700 угловая. Соответственно, есть большое фронтальное стекло и есть боковые стекла. Вариант исполнения может быть либо левое маленькое стекло, либо правое. То есть в любой угол клиент может поставить это изделие и любоваться уже огнем. Модель Прага. Три стекла. Так же, как и вот эта модель, может производиться в цвете графит, либо в черном цвете по выбору клиента. Цена от этого не поменяется. Просто это может быть более удобно для клиента с точки зрения дизайна. Очень выглядит достойно. Топочка небольшая, не громоздкая. Мне очень нравится. И мы, хотел бы подчеркнуть вот что. Мы сохранили полностью все преимущества топки в этом изделии в готовом камине. То есть у нас есть регулировка подачи воздуха на горение, регулировка подачи воздуха на систему очистки стекла, встроенная шиберная заслонка. Все регулировки вынесены на фасад, что позволяет очень удобно и спокойно регулировать так, как мы этого хотим. Внутри, как всегда, литьевой шамот. Он может быть белого цвета, либо, как в соседней модели, черного цвета. Пожалуйста, мы про нее тоже обязательно поговорим, но варианты могут быть любые. И, как я уже сказал, исполнение графит, либо черный цвет. Не предполагается на будущее увеличение за счет применения других топок в качестве основы? Сейчас есть разработки. Пока про них говорить рано. Не буду сейчас все карты раскрывать. Мы к выставке старались максимально подготовить новые модели, которые действительно заинтересуют. И клиент, купив этот камин, основная его задача просто подключить дымоход. И он уже может его эксплуатировать. А это очень важно. Владимир, рядом у нас стоит Крит. Он несколько видоизменился с прошлого года, да? Да, внесены небольшие конструктивные изменения. В целом, вот эта модель, которая представлена здесь, она уже является финальной. Никакие изменения уже вноситься не будут. Это классический камин трехсторонний, соответственно, с хорошим обзором огня. Футировка, вермикулит. Что обеспечивает дополнительное получение тепла. Далее у нас есть красивая хромированная ручка. Одна очень удобная регулировка. Сразу она позволяет регулировать подачу воздуха на горение через колосник. И дополнительно через специальные воздушные каналы регулировать подачу воздуха на очистку стекла. Вот этот канал, через него поступает воздух, верхняя часть топки, тем самым не дает образовываться сажи на стекле. Полностью убирается любой нагар со стекла. Больше того, вот если интересно нашим зрителям, вот эти отверстия, вот оно конкретно, вот этот воздушный канал. Прошу поверить на слово, у боковых стекол абсолютно такие же воздушные каналы. То есть у нас очищаются все три стекла. Очень объемная топка. И тем более за счет того, что нет боковых стенок, видно будет пламя абсолютно со всех точек помещения, в котором установлен камин. Крайне интересная модель. Плюс, если можно, я бы добавил, что здесь, в этой модели, также есть такая система, как система вторичного дожига. Есть возможность, вот если мы посмотрим сверху, то у нас здесь есть дополнительные конвекционные отверстия. То есть теплый воздух будет выходить в помещение, тем самым еще быстрее обогревать воздух. Владимир, а вот черная сестра в Праге, все-таки несколько отличается от того, что установлено в углу? Безусловно, она хоть и родная сестренка, но все-таки, как и сестры, даже близняшки, они хоть чем-то должны отличаться. Принципиальное отличие этой модели в том, что эта модель пристенно-угловая, хотя имеет те же абсолютно два стекла. Есть клиенты, которые хотят поставить камин не совсем в угол, а немного от поддаления от него. Поэтому контуры корпуса немного отличаются. Здесь равнобедренный кожух. И чтобы, опять же, подчеркнуть контрастность, мы сделали эту модель в черном цвете и внутри футеровка черный шамот. По сути, это единственное принципиальное отличие. По желанию клиента, эта модель в черном цвете может быть также в граффити и с белым шамотом. Все это не повлияет на цену. По-моему, очень удачное решение. Владимир, ну, невероятное количество вопросов вызывает вот эта новинка. Расскажите, как так получилось, как вы дошли до того, что у вас из прямоугольников начали получаться красивые лавы? Как сказал бы классик, ловкость рук и никакого мошенства. Ну, а если серьезно, то вы правильно абсолютно сказали, Евгений, что все дело в том, что импортозамещение никто не отменял. И нам нельзя наших клиентов оставлять без привычных форм, к которым они привыкли за эти годы использовать отопительное оборудование европейских производителей. Поэтому мы абсолютно без лишней скромности скажем, что мы сделали очень, на наш взгляд, удачную модель с очень востребованным и интересным дизайном. Модель называется «Печка Амель Торонто». Мы ввели разработку с прошлого года этой модели. И в этом году мы сделали так, что модель обрела немножко другую форму и очень красивую, на наш взгляд, облицовку керамическую. Тем самым она действительно может вписаться в любой интерьер и помочь клиенту почувствовать вот этот вот уют в доме, который должен быть обязательно, если в доме есть очаг. Мы будем предлагать три варианта цвета. Бежевый, который здесь представлен, красный и коричневый. То есть все привычные цвета, которые мы выделим в израсовок печах и камин. Да, фактически это те же самые цвета, самые традиционные, классические, которые будут позволять клиенту вписать в любой интерьер это изделие. Керамика отечественного производства? Да, безусловно, мы как раз идем по этому пути, с которого сворачивать ни в коем случае не будем. Если взять техническую сторону и поговорить про само изделие, мы можем сказать, что здесь очень большая топочная часть. Абсолютно легко сюда помещаются изделия поления шириной 50 сантиметров. Дополнительным преимуществом является здесь наличие системы очистки стекла, наличие системы вторичного дожига. У нас есть также специальный патрубок для подачи воздуха извне, он находится на задней стенке. Опять же, привычная для пользователей продукция комиссия сцена. Безусловно, конечно, конечно, мы все это даем в базовой комплектации. Топочная часть футирована вермикулитом, что обеспечивает дополнительную передачу тепла в помещение. И дополнительно ко всему, что было сказано, хочу подчеркнуть, у этой модели, в отличие от многих других моделей, других производителей, целых два пламя-рассекателя. Стальной и вермикулитовый. Они находятся друг над другом и тем самым обеспечивают максимальную передачу тепла в помещение. И еще один существенный момент. У этой печи-камина есть даже дымосборник, причем приличного размера, что обеспечивает очень хорошую тягу. Диаметр у данной модели 200. 200, но и мощный. Да, безусловно, то есть модель очень мощная и плюс, скажем так, сила и красота тут, собственно говоря, воссоединились в одном изделии. Ну и, конечно, универсальность формы позволяет установить практически в любой точке помещения, в центре, в углу, крестенный вариант, вариантов очень много. Где угодно. Больше того, еще один секретик хотел открыть, ну раз уж мы с вами откровенничаем. Есть у нас еще и дровничек на магнантике. Да, соответственно, здесь вот у нас еще такая ниша. То есть по максимуму используем? Используем все, что есть в этой печи. Безусловно, все это отдано для того, чтобы наш покупатель радовался своему приобретению, скажем так. Владимир, на вашем стенде необычно видеть такое гибридное устройство, которое находится перед нами. Это и отопительная печь, и при необходимости отопительный котел. Что это такое? Расскажите. С удовольствием расскажу. Это еще одна наша новинка. Печь, котел, деревенька. Не, пожалуйста, наши уважаемые телезрители, не пугайтесь, она не в таком виде продается. Мы специально провели сейчас небольшое мероприятие, не волнуйтесь. Это сделано просто для того, чтобы показать нашим зрителям, что здесь внутри и для чего все это сделано. Больше того объяснить, почему такое необычное название – печь котел. Если мы посмотрим внутрь, то увидим трубки из нержавейки. Это не что иное, как теплообменник. В стандартном исполнении печь котел идет без теплообменника, с двумя обороченными поверхностями, которые мы сейчас обязательно тоже покажем. Но по желанию клиента мы готовы предоставить ему теплообменники один либо два. Каждый из них мощностью 5 кВт. Соответственно, каждому теплообменнику можно подключить в стилюбе 5 батарей, 2, 6 секций. В принципе, можно уже один этаж полноценно загородного дома отопить. Совершенно верно. Мы устанавливаем печь котел в одном помещении. Соседнее помещение на первом этаже мы отапливаем одним теплообменником, а вторым теплообменником мы даже можем отопить второй этаж. То есть мы тем самым помогаем нашим покупателям воспользоваться только одним отопительным прибором, но отопить сразу первый и второй этаж дом. Эта печь, печь котел решает проблему того, что при установке отопительного устройства, которое обогревается с помощью конвекции, нагревается все-таки мощно, большей частью только одно помещение. Совершенно верно. Мы таким образом помогаем нашему клиенту отопить не одно помещение, а сразу несколько. Если у него только один этаж в доме, он полностью может отопить первый этаж. Если есть второй этаж, он может отопить и второй этаж. Это огромное преимущество. И не забываем о том, что это печь. Поэтому у нас есть стекло, через которое можно любоваться на обмен. Есть наши замечательные две варочные поверхности, которые мы сейчас поставим на место, и покупатель наконец-то увидит печь котел в абсолютно завершенном виде. Но пока мы не подставили, давайте посмотрим еще раз. Это две изогнутые трубки из нержавеющей стали. Жаропрочные. Жаропрочные нержавеющие стали. Они находятся в раскаленной среде. То есть дымовые газы, прежде чем уйти, нагревают их. Вот выход дымохода, вот подключение к контуру отопления. И естественно, как у всей продукции Кокамин, есть еще патрубок для притока воздуха. Извне. Давайте подрузим, наверное, назад, да? Давайте, безусловно, все поставим на место, как было, чтобы наши зрители увидели, что у нас здесь две варочные поверхности, которые в ней можно воспользоваться для приготовления пищи. Все испытания с этой печью проводились, так сказать, прям в боевых условиях. Подключались к каждому тепловиннику по пять батарей, как я уже говорил. Температура на батарее через час, на самой крайней батарее в цепочке, была 78 градусов. Мощная довольно нагрев. Владимир, а какая мощность у этой печи именно в режиме конвекции? В режиме конвекции здесь мощность 12 киловатт. Больше того, еще одна особенность этой печи Кокла в том, что парения закладываются просто вглубь. Свободно помещается парение размером 60-160 сантиметров, что очень удобно. Что, в принципе, и привычно для пользователей Кокла. То есть, это, по сути, форма Кокла, но только с возможностью конвекционного обогрева. Конечно. И плюс мы можем готовить. То есть, объединив все эти преимущества, мы получаем абсолютно универсальный отопительный аппарат, который мы уверены, что завоюет своих покупателей и найдет именно тех людей, кому нужно и приготовить следы, и кому отопить помещение, и полюбоваться на огонь. Все это вместе позволяет наш печь котел в деревень. Слушайте, ну здорово. Чтобы по максимуму использовать его возможности, нужно установить дополнительные теплообменники. Так у нас будут горячие дымовые газы. По максимуму отдавать свое тепло на нагрев помещения. Безусловно. Если приобретается отопительный аппарат, желательно использовать все его возможности по максимуму. Поэтому мы призываем наших покупателей покупать дополнительные теплообменники, тем самым отапливать один дом полностью одним отопительным прибором. Мы к этому стремились, мы этого добились, поэтому с удовольствием щедро делимся с вами нашими идеями. Спасибо. Владимир, благодарю вас за то, что рассказали подробно о всех ваших новинках. Желаем вашей компании процветания. Ждем гостей в магазинах Форнакс в городе Новосибирске на сайте fornax.ru, где есть все от компании Кокамиль. Спасибо, Владимир. Спасибо вам, Евгений. Всего хорошего вам и нашим покупателям. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.